МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Юрий Халдеев занимается товарами для сада и огорода порядка 15 лет. Особое внимание он уделяет качеству. В нашем рынке семян в основном работают 4-5 игроков. Это фирма Айлита, Седек и Гавриш. Ну и новинка у нас есть, это сибирские семена, я потом о них отдельно расскажу. Ну мы с этими фирмами работаем уже, наверное, лет 12, как бы они нас особо не подводят. Ну бывают там небольшие срывы, но очень редко. Вот. С фирмой Седек мы работаем в основном по огурцам, в Гаврише мы работаем с цветами, вот, и Айлитой. В нашем ассортименте семян в основном присутствуют те, которые уже люди знают. Ну, к примеру, это томаты Волгоградский ранний, Волгоградский поздний, Новичок, вот, огурцы Кураж, Мурашка, Щедрик, Машенька. Но тем не менее мы каждый год стараемся привезти какую-нибудь новинку. Ну вот, например, мы связались с городом Новосибирском, там есть прекрасная фирма, называется Сибирский сад. Вот. Эти семена, они сами выращивают и поставляют на рынок. В общем, весь Дальний Восток, Сибирь и Украина пользуются семенами сибирского сада. В нашем регионе этих семян ни у кого нет. Как бы первый представитель этой конторы. Чем эти семена меня привлекли, это то, что первое, у них новый формат. Все семена пристегнуты сзади, на них можно посмотреть количество семян, видно сколько, как качество семян. Первое, это не гибриды, это сорта. Это вкусные крупноплодные сорта, и тем более люди, которые переезжают жить из Сибири в наш регион, говорят, привезите, потому что эти семена с Новосибирска, они очень плоды вкусные. Вот. И мы сделали пробную партию, привезли партию томатов, перцев и баклажан. На что нужно обратить внимание при покупке семян. Обычно на пачке с семенами должно быть обязательно срок годности, количество семян или вес. Конечно, по весу трудно определить, но в основном поштучно. Действительно, количество семян 10 штук. Срок годности 2018 года. И краткое описание данного сорта или гибрида. Вы сами понимаете, если подделывают деньги, то подделывать семена тоже не строят большого труда. Поэтому мы в основном работаем с фирмами, которые себя хорошо зарекомендовали. Лаврентий Петров – профессиональный виноградарь. Он знает толк в 30 сортах саженцев, которые лично испытал на своем приусадебном участке. С его слов, наибольшей популярностью у покупателей пользуется столовый сорт этой культуры под названием юбилейного Черкасска. Уже сюда на рынок приходят сорта, которые испытаны и которые можно покупать, они гарантированы. Потому что сорт, который не пошел, он убирается с виноградника. Это то, что нужно. То, что дает крупный плод, стабильную урожайность, вкусовые качества высокие. Давно занимаетесь реализацией саженцев? Саженцев не так давно, скажем, а самим виноградом уже лет 20, наверное. Сейчас очень много новых сортов появилось. Это сорта производят частные, не институты уже, а частные лица. И они очень хорошие сорта. Крупноплодные, ранние сорта, различные расцветки, вкусовых качеств. Поэтому многогразие очень большое. Ягода у новых сортов достигает 20-25 граммов. Когда раньше это было 7-8 граммов, очень крупная ягода. И вот сорта Капелюшного, Павловского, это великолепные новые сорта. Ну, к примеру, скажем, Раф-Монте-Кристо сорт. Очень крупная ягода. Тут ягода достигает 25-30 граммов ягода. Юлиан Капелюшного, тоже великолепный. Что касается ухода, то уход за саженцами и растущим виноградником несложный. Ну, им нужно знать просто эти азы как бы. Мы уравняли все в ценах, скажем так. И у нас есть саженцы привитые, есть корнесобственные. Корнесобственные у нас 200 рублей саженец стоит, и привитые 300 рублей. Выбирая сорт винограда, определитесь сначала, что вам конкретно нужно. Ягоды на стол или ягоды для изготовления напитков. Столовый виноград употребляют в свежем виде. Технически же служит для изготовления соков и вин. Здесь на фронте вам могут посоветовать выбрать любой сорт, вам подсказать, что этот сорт из себя представляет, и подобрать нужные химикаты, если у вас возникнет такая необходимость. И последнее. При выборе саженцев обратите внимание на их корни. Они не должны быть сухими. При этом у саженцев первого сорта они должны располагаться на конце, а не посередине. Удачной покупки. Семена овощных культур, цветово, также саженцы винограда вы можете приобрести в поселке Матвеев-Курган в торговой палатке на перекрестке улиц Фрунзе-Таганрогская возле магазина «Электротехника». Телефон для справок 8-988-562-4127. Машины в ходе эксплуатации, конечно, получают проколы. Попадаются гвозди, шурупы, мелкие даже и порезы. Мы делаем, как бы здесь это все, шину ремонтируем, камеру клеем, обрабатываем. Сейчас вот в данный момент я зачистил дырочку, которая прокол называется. Сейчас наношу клей под ладочку. Чтобы качественно держалось, надо это место обработать, зачистить с внутреннюю сторону, обезжирить, нанести, соответственно, клей под ладочку. И саму потом ладку на то место. Василий Сукач рассказал, что применяет только качественные и, соответственно, дорогие расходные материалы. Поэтому может давать гарантию на ремонт и балансировку шин. В ходе, чтобы легко было надеть, мы обрабатываем место, борт, как называется, у шины. Ну, есть паста, специальная паста. Есть, конечно, у шиномонтажа, в шиномонтажном сервисе, есть станок балансировочный и станок шиномонтажный, который изначально он выжимает, снимая с бортика специального диска борт шины. А затем устанавливается уже непосредственно на эту, на площадку, которая в ходе крутится влево и вправо. Есть в этом же станке лапка, которая уже снимает с колеса. Есть два типа колес. Есть металлические диски, есть легкосплавленные. То есть они легкие, литые, как обычно их называют. Они разного размера. Станки у нас, они работают у нас с малого количества, размера диаметра по большой, можно сказать, 22-й, это уже значительно увеличенный размер. Ну, с металлическим как бы вот работаем легко. А вот с остальным, с литым диском. То есть, есть нюанс, его можно будет как бы металлами поцарапать. Ну, у нас есть, конечно, и к этому станку специальные пластмассовые эти, чтобы их уже не царапать. Вот, накладочка. Накладочка, да. Она надевается вот на бортик. Вот. И тогда она уже, тогда она уже, не отцепляется металл об литой диск. В шиномонтажной мастерской есть специальное оборудование. Это шиномонтажный станок, балансировочный стенд, компрессор и другие необходимые для работы станки и устройства. Заносим параметры станок в данный. Вот. От 13 до диаметра там, какой смотрим уже по какому размеру колеса. И затем уже включаем пуск, крутится. Вот. И выносится уже на экране, на мониторе уже какие граммы, граммы с какой стороны уже цеплять груз. Груза бывает для стальных, для литых. Что из себя представляет груза? Ну, представляет из себя свинцовый груз. На нем, значит, наносится размер в граммах. Вот. В данный момент это вот 25 грамм. Ставится он под обод? Ставится, да. Есть вот спецключ специально. Это такие клещи. Клещи. И вот он берешь, берете потом вот так. И его специальным, как молоточком, набиваете на бортик. Шиномонтаж важнейшая сфера работы с автомобилем. Тем более, что колеса являются показателем работоспособности и безопасности машины. Есть еще к литым дискам так называемые самоклеющие груза. Они идут 5 и 10 грамм. То есть, как бы, полосочки. Вот. Они клеятся, так же, если у бортика, ну, на литом диске нету бортика, то есть, они клеятся на внутренней уже стороне. Для того, что вот они такие вот бывают разные, разнообразные. А не на самоклеющие. Этим отклеиваешь. А для того, чтобы приклеить его, надо поверхность обработать растворителем или каким-нибудь там обезжиренным. Делаем это надежно, качественно. Вот. Как для себя, то есть, я хочу сказать. Ну, потому что автомобиль в эксплуатации, это тоже, конечно, это жизненно важно для человека. И потому что это в ходе эксплуатации, это очень важно на колеса обращать внимание. Резина будет ходить долго, если все делать вовремя. Это основной посыл профессионального шиномонтажника. Каждый выбирает по рисунку, по каждому, какой нравится размеру, виду и все прочее. Вот так вот. Ну, каждый хочет по-разному. Бывает, на низкопрофильной тоже людям нравится. То есть, ну, это уже на любителя. А в движении, да, смотрю. Если там есть биение руля, то, конечно, надо обратить внимание в первую очередь. Это легко и доступно. Это сделать балансировку, проверить балансировку. Насчет, может, их грузик отпадать. Приехать к нам, проконсультироваться. Вот. Мы даже можем консультации, это бесплатно. Проверить все на станках, посмотреть. Мы уже, как профессионалы, уже это сталкиваемся часто. Поэтому мы можем проконсультировать это досконально. Весна уже рядом. Вовремя меняйте колеса, делайте балансировку, и резина будет служить вам долго и мягко. Сергей Зыков, Андрей Лунев, телекомпания «Премиуси». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!